приятно менять локации вот мы сегодня находимся прямо сейчас с вами солнечном при солнечном зимнем петербурге еще точнее сестрорецкий там у нас финский залив я периодически нарезаю свои километры в пробежке перенесемся мы с вами вскоре в не менее солнечную алушту и в такое место которому можно обзавидоваться здесь петербурге потому что у нас здесь пока что самое древнее что было найдено это крепость ланскрона земляная но до сих пор непонятно что там они с ней будут делать находилась она точно находится на том месте где должны были строить охта центр трансформировался трансформировавшийся в лахта центр и я обычно когда езжу в крым я сразу иду в горы и собственно оттуда потом спускаюсь буквально на день на море избегая вот этих прибрежных городов потому что они у меня ассоциируются с таким каким-то знаете пост совком единственное исключение составляет севастополь у меня с ним совершенно отдельные взаимоотношения и вообще мне этот город кстати очень сильно напоминает мой родной петербург там по ряду параметров только там конечно же потеплее мягко говоря я вспоминаю прибрежные города и греции и франции и испании ну короче те страны в которых я бывал потому что вообще южные страны и южный менталитет это отдельная песня у меня иногда создаются впечатление что люди там в принципе не работают они вышли на улицу пообщаться поговорить но пока мир от в греции у меня точно было такое ощущение и там точно также продается вся вот эта сувенирная дребедень с очками плавками и всем остальным но дизайн код тем не менее выдержан то есть ты не ходишь по тамошним улочкам закоулками набережным с чувством отторжения от всего того что перед тобой предстает и я уверен что замечание на тему убогости фасадов она будет трактована как некое такое знаете я имею ввиду убогости фасадов там не только кстати в южных городах мы сейчас про не говорим про российские вот эти вот замечательные прибрежные города и поселки оно будет трактовано как некий такой снобский трендеж некое снобское нытье но тем не менее все вот эти олиповатые вывески оранжево-красно-зелено-синий желтые они проецируют ожидания наших отечественных российских туристов потому что в этом году естественно был поток вал в крым ну и по понятным причинам что другие то люди туда и не поедут я об этом еще заикнусь конечно же после напряженной работы вот в таких вот понимаете условиях тебе безусловно хочется поваляться на пляже пузом кверху но почему бы не совместить вот данный вид отдыха еще с чем-то связанным с культурологическими аспектами с какими-то креевическими аспектами с историческими аспектами со всем остальным я снял в алуште дом за один вид можно было там приплачивать но я думаю минимум тысячу рублей в сутки а то и две но там этого не требовалось на самом деле цены кстати меня приятно удивили если честно и вот смотрите вот этот город где такие прекрасные виды что на одну сторону где горы где и на другую сторону где соответственно море ну для начала это у нас крепость алустон шестой век это византия до этого там были греки разборки стабрами потом римляне потом загадочное такое совершенно но и абсолютно не изученное княжества феодора между прочим православная потом пронырливые генуэзса со своим капитанством готе сами эти годы хазарский каганат турки османы кутузов наш вот этот вот который все время изображается с перевязью вокруг лица вот он именно там собственно и получил пулю висок которая вышла у него у правого глаза и при том что эту повязку то он на самом деле в обычной жизни и не носил как правило то есть есть портреты и без нее михаил воронцов это человек который управлял всем вот этим вот новороссийским краем и в адрес которого пушкин строчил довольно таки такие жесткие эпиграммы ну потому что пушкин подкатывал к его жене а воронцову это не нравилось вот александр сергеевич таким возвышенно эпитетным образом ему мстил в алуште встреча ники и алекс до произошла непосредственно потом там же был белый террор сменившийся красным террором ну и как вишенка на торте сталин едет в ялту и где он останавливается по дороге он останавливается собственно на нынешние улицы ленина в той самой алуште сцены из фильма кавказская пленница ну короче это только по верхам то есть вы представляете какой огромный пласт всего ну и вот зашел я в местный магазин с целью прикупить какую-нибудь книжечку именно про алушту от сосямба ни одной нету ну то есть там есть какие-то общие книги там про крымские вот эти вот похождения все ну короче вот это все как всегда глянцевое говно которое я обычно не употребляю и вот книг про алушту нет не потому что их никому писать и абсолютно уверен что есть есть там старожилы и местные краеведы а просто это ну как бы нах никому не нужно ну просто согласитесь зачем когда на пляже из всех утюгов абсолютно рекламируются экскурсии в сторону гурзуфа и всегда добавляют что на на борт можно взять квас пивас и винишко это такая прекрасная концепция и из этого можно сделать самый настоящий тренд приближного отдыха только перефразировать кваш винишко квас винишко и пивас ну и чачу на удачу добавить естественно для таких людей какой там на хрен алло стон то есть город с историей которая мне петербуржцу вообще даже не снилось он представляет из себя какой-то как пост совковый рынок реально и сейчас мы с вами волшебным образом методом монтажа перенесемся как раз таки туда где его покажу объект из которого можно было бы при желании сделать ну просто тотальный туристический центр центр паломничества людей не только со всей россии со всего мира но к сожалению со всем мир не получится по понятным причинам до санкционным но уж со всей россии ты уж точно сейчас я вам на пальцах объясню что такое пиар и туризма и вообще туристическая привлекательность любого государства страна шатландия никогда не являлась приоритетной для жителей планеты земля в плане перемещения из государства в государство для того чтобы повысить привлекательность данного государства была придумана легенда про лохнецкое чудовище но это просто выражаясь современным языком мем после этого туристический трафик возрос в разы шотландия конечно не стала лидером то есть она не стала там франции она не стала парижем нью-йорком амстердамом так далее но тем не менее люди туда поехали но затем это все было отшлифованная кинокартиной совершенно потрясающе по названием brave heart храброе сердце с малым гибсоном я думаю вы все ее смотрели если вдруг не смотрели посмотрите это просто шедевр в самом настоящем значении этого слова ну и в общем народ ломанулся ломанулся в шотландию все хорошо вы знаете что на территории велико британии есть такое место как stonehenge это прям вот огонь огонь и подобные мегалитические темы встречаются конечно только в англии они максимально раскручены потому что они древние как говно мамонта и это большая ценность надо сказать с точки зрения туристической привлекательности что мы имеем в крыму в продолжение вот темы которую я уже начал развивать и мы имеем здесь свой собственный кромлих который я еле-еле нашел хорошо что в яндекс навигаторе он обозначенный то я ну не всегда смотрел по навигатору я ехал вот на велике сюда пару раз уехал другие места правда и хорошо потому что опять-таки увидел массу всего интересного он реально есть вот он вот там вот мы сейчас собственно туда с вами и направимся и надо сказать что если вы начнете смотреть информацию про него в интернете вы найдете массу всего интересного ну во первых надо сказать что конечно же этот кромлих мягко говоря облагорожен то есть я сейчас переверну камеру ну то есть вот это вот все понятно это все дело новодельное дело новодельное видите я опять мастер элоквенции вот эти все штучки кто же это все понаделал это все понаделали любители всевозможные эзотерики поклонники жидомасонство и все остальное ну вот летающие тарелки тут у нас присутствуют в небесах вообще это как бы место силы считается о чем нам свидетельствует ну во-первых данное произведение народного творчества я так понимаю что это человек который хочет иметь фабрику производящие карандаши повесил наверняка и пуговицы в том числе если смотрели мои экскурсию то вы знаете что до революции на это можно было сделать неплохие деньги но сейчас у нас не революционная ситуация другой стороны можно поместить это совершенно другой контекст и сказать что это нечто символизирующая я не знаю там силу смерти так далее ну и то что еще у нас символизирует силу смерти и упортость вот она выглядит вот так вот вот даже такие люди здесь присутствуют видите даже звездочку в пендюре ли я так понимаю это тоже для какой-то силы ну вот это в чистом виде профанация идеи георгиевской ленты впрочем я об этом уже не раз говорил и писал посты и даже вот такое здесь мы можем видеть вот это тоже неспроста греча зош еда для птичек чашечка то есть на самом деле сюда являются всевозможные персонажи которые запитываются тут энергии я вот смог посмотреть только один видос там местами одной блогерши которая приехала у нее тоже потрясающая лексика она говорит что это интересное место ну такое вот интересное место это место интересное и вообще это очень интересное место и здесь но она правда молодец она не говорит слова энергетика на горе слова энергии здесь вот некая энергия присутствует сюда приходишь и так далее я вам хочу сказать что вот когда мы ходим в поход мы там ну когда идем на очаги нитру верхнюю или нижнюю это две стоянки которые терпеть не могу и в последнее время мы их игнорируем мы там проходим мимо такого огромного камня возле которого по легенде тавры приносили жертвы своим богам ну реально них там сбрасывали у этого к сбрасывали с этого камня там происходило заклание в общем он типа там содержит остатки крови этих старых жертв ну и в общем то не рекомендуется там ночевать хотя поблизости есть источник воды стоянки всегда у нормальных людей всегда возле воды сухая стоянка это вынужденная вещь я бы не сказал что там прямо узнаете но что-то плещет и и прочее когда вы окажетесь ночью один горах то вам без всякого кромлиха и вот этого камня одиноко стоявшая стоящего вам и так покажется что здесь и тавры и и литавры и минотавры и все кому угодно я не знаю я очень завидую и уважаю в завиду этим людям которые ходят одни в горах и очень их уважаю потому что я бы обосрался со страху вот ей богу потому что ну реально ветер воет вода шуршит точнее шуршат другие вещи вода течет журчит шуршат всякие звери и прочее я хочу рассказать одну историю извините за автоп но она очень показательно мадера стояли в каньоне как асан и посреди ночи вдруг раз такой звук то вы прямо тебя на дух и у нас у соответственно сенников из палатки говорит валера а это что такое а валер это наш сенсей это инструктор один единственный инструктор из ленинграда который смог водить здесь группы еще на излете советского союза он говорит а я не знаю ну короче общем такие лежали очень в напряженном виде на утро выяснилось что это косуля прикиньте вот косуля так орет да такое прекрасное нежное животное издающие такие звуки поэтому конечно же можно тут представить все что угодно но это все равно что в петербурге мне рассказывать у сфинксов да что здесь вот место силы вот они привезли с собой вот эту энергию древности открыли портал в другое измерение и и так далее в общем а если у вас жизнь не задалась то конечно можно прийти сюда понаворать понаворотить вот тут вот этих вот камней и так далее но речь то не об этом если бы допустим здесь свой тут смотрите вот еще у нас если бы сняли бы какой-то аналог фильма ведьма из блэр и финал вот этот минус на совершенно потрясающая картина все время нашумевший потом целый был ворох повторений ну потому что там вот если вы помните вот такие вот штуковины они собственно постоянно встречается да и вот такие вот штуковины там тоже могли бы вполне присутствовать то есть снять вот такую картину то народы мог бы сюда и ломануться понятно что крым под санкциями и несмотря на то что многие иностранцы хотят здесь оказаться я даже некоторых знаю но суд особенно американцы но наши люди могли бы сюда ездить свободно и спокойно но нет понимаете вот вещь которая ну вот застрелиться и не встать то есть это древнее всего самого древнего что я тут я не знаю там встречал на территории россии было открыто это было в 1880 годах человеком который очень много сделал кстати для истории осетинского народа для изучения осетинского фольклора вот он здесь производил раскопки и обнаружил этот кромлях то есть судя по всему тут был похоронен какой-то знатный по тем временам человек не знаю там может племени и так далее но вот не ходить сюда люди понятно почему потому что во первых хрен найдешь во вторых тут еще надо добраться до сюда единственное что я тут смог обнаружить может быть не знаю может через это можно было все раскрутить то есть вот а вот судя по всему чувачки которые нагоняют на мотиках и может быть даже не только на мотиках может быть даже на этих велосипедиках оборудовали себе специальную территорию так вот правильно огороженную где они соответственно судя по следам шин занимаются но это единственное что здесь может обнаружить а так больше как бы ничего не намекает на то что здесь у нас вместо силы и и прочее прочее это крайне печально потому что как я уже говорил алушта в частности и крым в общем обладает неисчерпаемым туристическим потенциалом не только с точки зрения погреть свою жопу на солнце искупаться в черном море но и с точки зрения краеведения богатейшая история богатейшая история культуры но увы и ах поэтому я надеюсь что ну так не знаю маленькими капельками и так далее вот не было бы счастья до несчастья могло может быть на фоне этой короны может быть на фоне того что владимир владимирович путин дал сигнал всем развивать внутренний туризм здесь как-то все с мертвой точки сдвинется будем надеяться ну а пока если вы там хотите зарядиться черными сил черными там не знаю белыми красными зелеными прочими силами в полночь тут значит зарезать мышку принести жертву богу плодородия и так далее то конечно приезжаете я уверен у вас все получится не забудьте кстати обязательно какую-нибудь вязаную такую штучку привести ну или на худой конец георгиевскую ленточку я думаю что повязав георгиевскую ленточку вы улучшите себе карму на 58 очков однозначно как-то так то есть я приезжаю на велосипеде генуэвской башни восстановленный кстати стахиевым чей особняк я показываю во время экскурсии басманной улицы и вскоре мы там опять будем гулять и вот не знаете как васнецову который оказался в москве хочется прям вот трогать эти камни разговаривать с ними то есть когда ты в походе идешь по дороге которая была построена еще римляниями вот 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 такие вот вот серпантинным образом и ты видишь эту кладку который немоверное количество лет ну ты реально проникаешься всем этим а потом попадаешь на холм алустона за которые бились несколько древних государств и в общем-то все тебя накрывает без пивас и винишко против которых на самом деле я не имею ничего против абсолютно пожалуйста можно и пивас и винишко потреблять но куда бы почему бы это все не совместить с каким-то еще приятным отдыхом не только для тела но и для души ну а не столько про винишко и про пива сколько наверное еще про более крепкие напитки конечно стоит заикнуться потому что вот в такой атмосфере тем не менее мы гуляем все новогодние праздники каждый день в 14 00 и там я думаю что не обойдется в некоторых случаях не без коньячка не без ягера не без термосов с глинтвейном ну и просто горячего чая кофе берите с собой приходите это все есть там и конечно же книжечки книжечки невский с перцем роман корень все это есть наличие все это прекрасно уходит по заявленным адресам фидбэк положительный заказываете корень я подписываю когда отправляю на этом все оставляйте комментарии увидимся пока а